АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пожалуйста. У меня вопрос. А как программировать на квантовых компьютерах? Потому что... ...изначное распространение у человека. Да, вот как. А ещё три года назад была новость о том, что написали язык программирования для квантовых компьютеров. Хотя самих квантовых компьютеров ещё нет. Я имею в виду, да? Я понял. Да. Вот как. Как программировать, если, типа, непонятно, да? То есть, любая программа этих комбинаций строго заданная единицы на рейд. А тут мы, типа, программируем да или нет, не знаю, да или нет, не знаю. Это очень хороший вопрос. И вот конкретно я тебе не могу сейчас на него ответить. Но я советую почитать про язык программирования для квантовых компьютеров. Статья точно есть. Я её читал просто давно. Сейчас не вспомню. Sorry. Ну и проблема как верифицировать эти результаты. То есть, либо они истинны, либо не истинны, либо во что. Да. Ну, типа, тут такая штука. Стандартный компьютер, вот, ты ему даёшь задачу. А найди мне, пожалуйста, там, вариант из сотни. Правильно. Он проходит через всю сотню, пересчитывает, даёт правильный. Квантовый компьютер проходит всю эту сотню вариантов единовременно, но нет никакой гарантии, что результат правильный. Поэтому нужно прогонять ещё несколько рабочих циклов для того, чтобы исключить вот ошибки. Говорят, что 99% мощности компов, квантовых компов, будет нацелено на то, чтобы исправить ошибки, чтобы, как бы, отсечь все возможности ошибок, а 1% просто, вот, ну, типа, на работу. Вау, у нас будет 1% для того, чтобы, там, вычислять какие-то штуки для космических программ, там, рассчитывать маршруты до колонизации космоса, или строить симуляции стволовых клеток сверхмозгов. Пожалуйста, если есть ещё вопросы... Да, слушай. А если квантовые компьютеры работают там миллионы разей больше, то они, чтобы направлять электроэнергии, берут больше? Да, это прекрасный вопрос. Суть квантовых компьютеров, что они работают, ну, им... это фотоны. То есть, квантовая система кубитов — это фотоны, условно говоря. То есть, два фотона — это два кубита. Какой размер у фотонов? Ничтожно маленький. Для того, чтобы... Ну, вы видели шкаф, да, шкаф, вот этот D-Wave — это всё вот, там, 128 кубитов, по-моему. То есть, они занимают очень мало места, энергии они, соответственно, требуют не катастрофически много. То есть, точных цифр не назову, но вот современные суперкомпьютеры, которые просто там типа... Я имею в виду суперкомпьютеры, традиционные суперкомпьютеры, которые вот такой здоровенный вычислительный массив, они куда больше потребляют энергии, чем вот квантовый компьютер. То есть, это оправдано. То есть, больше энергии тратится для достижения условий, чтобы работали квантовые свойства, частиц. Это сверхпроводники, это охлаждение близкое к абсолютному нулю. Самое сложное — это изоляция вот этих квантов от внешнего воздействия, чтобы не нарушалась природа. Ну, это достаточно такая противоречивая тема — квантовость, квантовая физика, много споров на этот счёт. Поэтому я предлагаю вам ознакомиться, если вам интересно, сделать для себя вывод, насколько это реально. Я считаю, что шансы у квантовых компьютеров есть. Ещё вопросы? Да, вопросы. Классический транзистор, на него подал одно напряжение — получился ноль, подал другое — получилась единица. А на квант, каким образом на него влиять, чтобы менять состояние? Я не спец в квантовой физике, и точно не могу сказать, как исследуют. но я точно могу сказать, что вот фотоны, например, при работе с фотонами их захватывали ионными ловушками, если тебе это о чём-то говорит, и считывали и значение лазера. То есть, вот, пожалуйста, ионные ловушки и лазер — вот наши инструменты. Также, как бы, электромагнитное воздействие — это не всегда, как бы, да, оголённый провод, из которого шарашит электричество. Это может быть и бомбардировка гамма-лучами, например. Ещё вопросы? Если нет, то спасибо. Да, нам нужен перерыв. Спасибо большое. Спасибо большое.